Давайте откроем Иван Лятлуки. Сейчас будет иной. Саша сказал. Нет, не иные. Иным дал. Но это не иной дар, это основной дар. Иным. Это другим в переводе слова. Другим. Это другой, не особенный. Просто другой. Луки, 16 глава. Некоторый человек был очень богат и пиршествовал блистательно. Был очень богат, одевался в порфиру и висон и каждый день пиршествовал. Вы видели таких людей? У них все хорошо, все на мази. Я хочу, чтобы вы увидели сейчас с моими глазами. Есть некоторые люди, которые смотрят сейчас на этот мир. Есть люди, у которых без забот, у них все хорошо. Пиршествует блистательно. Иисус рассказывает притчу. И этот человек, он одевался в мягкую одежду, ему ничего не жало, как моя рубашка. Она была мягенькая, приятная к телу. И ничего у него плохого не было. И спал он хорошо, крепенько. Все у него было хорошо. И был также нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях. Струбья, а это значит, что он был прокажен или болен чем-то. Болезнь, которая была на коже. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лон Авраам. Я думал, кто такие ангелы? Ангелы – это люди, которые заботятся на лон Авраам. Ангелы – это не всегда те, которых мы осознаем, что это по-настоящему ангел. Ангелом можешь быть ты, позаботившись о сироте, о вдове, о том человеке, который нуждается сегодня. Даже о мертвом. Он был отнесен ангелами на лон Авраам. Его хотели похоронить в Шеоле. Шеол – это мусорник. Мусорная свалка. А ангелы взяли и похоронили его. Добрые люди похоронили его в гробе. На лон Авраам. И самое интересное, Иваде, будучи мучаем богач, его похоронили блистательно. Красивые похороны были. Там плакальщиц было неимоверное количество. И людей было море. А у этого богача только ангелы. О, бедняка. И смотри. Иваде, будучи муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама, Лазаря, на лоне его. И возопил и сказал, «Отче Аврааме, ум милосердься надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой. Ибо я мучаюсь в пламени этом». Несопоставимые вещи. Вот я не вижу вообще логики в этом. Он хорошо живет. У него все хорошо. Там не написано, он был грешником или не грешником. Он просто не делал волю Божью. Он просто не исполнял волю Божью. Похоронил Лазаря не он, который сидел у ворот этого богача. А кто? Ангелы. Еще раз повторю. Он не заботился о соседе, о ближнем своем. Он жил в свое удовольствие. И каждый день он гулял. И гулял хорошо. Мечты. Некоторые мечтают вот так вот прожить свою жизнь. Но после этой жизни есть всегда что-то, нечто второе. Как только ты начинаешь гулять, знай, что в твоей жизни будет ад. О! Я вас не пугаю, это правда. За каждое действие, за каждое дело человек даст отчет. Кто из вас хочет в ад? Никто. Кто хочет гулять, все. Смотри, за каждое действие мы дадим отчет. Почему же ты смотришь на тех, которые пиршествуют и завидуешь им? Мне нравится, когда Давид, он говорит, я был невежествен, когда думал, что, Боже, почему вот эти люди вокруг меня, они мучают. А, Ассав даже, это Ассав, Ассав, я был невежествен, пока не вошел во святое святых, пока не вопросил у Бога и не увидел конца их, кончину этих людей. В твоей жизни, знаешь, начался новый этап, в моей жизни начался новый этап. Я вам хочу сказать, что в этом этапе, или ты дойдешь до конца, перестань смотреть на тех, которые тебя увлекают. Лазарь сидит у ворот, но его не увлек за собой этот богач, да? Он думал напитаться хотя бы кроками с его стола, ему не давали. Он не заботился о нем, он не мечтал о большом, он мечтал о простом, дайте мне покушать. И вы знаете, самое интересное, он очутился на луне Авраама, за какие-то заслуги такие. Просто Бог, он милостивый, и он, видя, что человек, он находится сегодня в нужде, он отвечает на его нужду. И он, Господи, я хочу быть с Тобой, я хочу быть с Тобой, я хочу быть с Тобой. Кто из вас молится сегодня, чтобы быть в присутствии Божьем? Сейчас. Присутствие Божье, оно очень важно в моей жизни. Я вам хочу сказать, если я не в присутствии Божьем, я могу находиться сытым, довольным, удовлетворенным, но не в присутствии Божьем. Знаете, это как в аду. Кто испытывал в своей жизни присутствие Божье и находиться в присутствии Божьем, это состояние... Я ни с чем не применяю, я ни на какие деньги не променяю это. Я не знаю, я не понимаю, как люди могут смотреть на что-то, что их завораживает. Машины там, еще что-то, слава какая-то, деньги. Как ты можешь на это смотреть? Ад! Их ждет тех людей, которые живут блистательно, живут свою жизнью, живут тем и увлекают тебя на свою дорогу. Знаете, их ждет ад. И если ты так будешь жить, тебя тоже будут ждать ад. Знаете почему? Потому что у этого мужика было еще братья. Богача еще было много братьев. Братья такие же, как он. И он просит, слушай, Авраам, пожалуйста, пошли в Лазаря, чтобы он пришел и рассказал моим братьям о том, что я мучаюсь за свои деяния, за свои дела, за свои поступки или не деяния. Как ты хочешь. Потому что некоторое бездействие равно действию наоборот, противоположным. И некоторые сегодня думают, ну я ничего не буду делать, лишь бы не согрешить. Слушай внимательно. Если ты ничего не будешь делать, значит ты не исполнишь волю Божию. А Бог призвал тебя исполнять волю Божию. И самое интересное тут, он говорит, у меня пять братьев, пусть они засвидетельствуют им. Пять человек, которые могут спастись. Он говорит, слушай, если они Моисея не слушают, то даже если мертвый воскреснет Лазарь, то его не услышат. И для меня это было еще откровением одним. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он явился кому? Верующим. Почему Он не явился всем? Ученикам, да. Он не явился всем. По какой причине? Потому что все, кто видели бы Его, они все равно не уверовали. Они не верят Моисею. Они не верят никому. Вы знаете, люди неверующие, они найдут причину сказать, да, это неправда. Это неправда. И смотри, что происходит дальше. Авраам сказал, у них есть Моисея и пророки, пусть слушают их. И он прав. Он прав. Послушайте, есть Моисея и пророки, его слушайте. Слушайте тех, которые рядом возле вас. Перестаньте надеяться на тот, что придет и всю правду расскажет. Он уже пришел. Сегодня я вам говорю, если вы будете в присутствии Божьем, твоя жизнь начнет меняться. Она не сразу изменится, секрет. Она меняется постепенно. От славы в славу, от силы в силу, от веры в веру. Знаешь, она идет вот таким шажками. Может быть, когда ты в ад спускаешься, это очень быстро. В гору подниматься тяжелее чуть-чуть. Как бы вы ни хотели. Когда ты двигаешься вперед и вверх, тебе все равно тяжелее. У меня машина на газу. И вы знаете, я когда ее еду с горки, она едет 180 километров в час. Под горку. Не, 120 едет, брат. Да. Но она так медленно разгоняется у меня. Потому что под горку. В нашей жизни это то же самое. Послушай, падение вниз, оно очень быстрое. Ты уходишь в церкви, все, конец. И полностью. Аут. Полностью. И вы знаете, сколько я встречал таких людей, которые падали полностью. Нет. И даже не было возможности возвратиться. Потому что смерть приходила. По какой причине? По той причине, что человек не осознал своей ценности. Потому что то, что он шел маленькими шажками, он говорит, да нет, это очень сложно. Это очень тяжело. Я лучше буду гулять, веселиться, жить своей жизнью. И падение, оно ускоряется. Смотрите дальше. Интересно. Авраам говорит, есть у них пророки. Пускай. Пророки говорят. Они говорят мне правду. Они говорят мне то слово, которое должно поменять меня. И вот эти маленькие шажки, они должны в моей жизни были происходить. Но почему они не происходили в моей жизни, задался этот вопрос. Потому что я их не слушал. Знаете, что я слушал в первую очередь? Свои мысли. Свои желания. Он уже и раскаивался там в аду. Но не мог изменить ситуацию. Вы знаете, некоторые люди хотели бы изменить ту ситуацию, но не могут. Знаешь почему? Потому что то, что произошло в твоей жизни, то, что есть в твоей жизни сейчас, цени. То, что есть сейчас, что ты пришел, начал делать, начни делать это постепенно. Слушай, начинает человек играть на гитаре. А, бросил. Начинает петь. А, бросил. Начинает делать. Потому что сложно. Знаешь, я когда-то играл в большой теннис. Кто из вас играл в большой теннис? Правда, классная игра. И вот как-то вы доходите до определенного уровня в большом теннисе. И все. И вы как будто, и вы не прыгнете выше. И у вас нету этого прорыва. Я думаю, да, пошел я гулять. У меня девушки тогда появились. А мог бы достичь результата. Я в своей категории был лучшим. Но у меня не получалось прыгнуть выше. Но что нужно было сделать? Потерпи немного. Второе дыхание откроется. В твоей жизни придет все. И вы знаете, и слава была. И деньги были. И возможности были. Но я решил другой способ. Легкий. Знаете как? Я приехал уже в Германию со своим другом. Да я же чемпион, чуть ли не чемпион по теннису был. А мой друг только в Германии начал играть. А мы учились вместе в институте. Я стою с ним, играю. И проиграю. Один сет, второй сет, гейм, сет и так далее. Все проиграл. Я смотрю. Да я играть уже не умею. Вы знаете, у некоторых вот такое вот падение происходит только из-за одной причины. Что человек не перестал пребывать в том, что он получил. Слушай. Я знаю, мне барабанщик вот этот, который пришел, настроил. Мне нравится. Брат. Фамилия у него хорошая. Какая? Загонов. Я подружился с ним. Но он такой. Он и правда молодец. Он по 6 часов играет в день. Он говорит. Он говорит. Вот этот стульчик, он плохой. Я купил, оказывается, Виталику детский стульчик. Я не знал этого, честно. Я же не барабанщик. Оказывается, надо еще и удобный стул, потому что если ты 6 часов в день играешь, тебе надо еще и удобство. Я понимаю, в жизни есть какие-то вещи, которые мы должны преодолеть. Вы знаете, я понимаю, что вот этот человек, он богатый, он в своей жизни жил только одним – падением. Его падение было. А Лазарь поклонялся Богу. Он продолжал служить даже тогда, когда он был в проказе, когда его отлучили от общества Израиля. Потому что прокаженных людей отлучают, им не дают. Вот кто из вас позвал бы к себе в друзья, в знакомое, в больного человека, нездорового, домой? Так и думал этот. Но он не переставал верить в Бога. И вы знаете, он был вознагражден даже после смерти. Мне нравится. Наша награда может быть или здесь, или после смерти. Но я все равно ее дождусь. Я здесь дождусь и там дождусь. Я получу и здесь, и там получу. Вы понимаете меня? Ты можешь получить благословение и здесь, и там. Хватит уже говорить, что… Но иди постепенно в эту горку. Тяжело идти в горку. Да. Тяжело напрягаться. Да. Наработать, вставать каждый день. Делать какие-то вещи своими руками. Да, я никогда не трудился. Слушай, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Жить – это значит что-то делать вместе. А не сидеть на шее у друг друга. Хорошо молчу. Дальше дочитаю, 16 глава. И он говорит. Он же сказал, нет, отчая в раме. Но если кто из мертвых придет, к ним покаются. Чудеса вас изменят. Некоторые до сих пор ждут чуда, что Бог придет их, вот там изнизу самого достанет и поставит вверх. Скажи своему соседу, такого чуда не будет. Чудеса, они производятся постепенно в Боге. Вот это вот состояние. Не, он, конечно, тебя назвал сыном. Правда. Это уже вот такое вот состояние. Ты как звезда сияешь там. Но. Дела, чтобы творить, какие творил сын, тебе надо еще много постараться и пострадать. То есть ты уже сын, но. Есть такое но, которое меня. Но, я но, но. Да. Нет. Я читаю дальше. И Авраам сказал. Если Моисея пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Не поверят. Не поверят. Не изменятся. Не произойдет чудо. Слушай внимательно. Чудеса людей не спасают. Знаешь, какое самое лучшее чудо? Твое постепенное перемены и изменения. Личные перемены. Если ты взялся за это, за свое спасение, послушай внимательно. Я хочу, чтобы ты услышал меня. Ты взялся за свое спасение. Держись крепко, как за канат. Может, проползти вверх надо. Падать легко. Но тебе надо двигаться вверх. Потому что Библия говорит, путь праведника вверх. Чтобы уклониться от преисподней внизу. Мой путь вверх. Мое путешествие только началось. И твое тоже. И я вам хочу сказать. Некоторые говорят. Вот когда я умру, тогда и закончится мое путешествие. Вот тогда и мое путешествие закончится. Но я еще не умер. Правда? Я буду специализироваться в том, что я делаю. Я буду стараться быть праведным. Я буду стараться быть святым. Я буду исполнять Слово Божие. Я буду прилагать усилия. И чем больше буду прилагать усилия, тем оно будет больше проявляться во мне. Если человек не специализируется, он никогда не будет лучшим. В каком это возрасте можно? В любом. Молодому легче. Почему? Потому что молодой, когда усиливается и начинает что-то делать, понимаешь, очень тяжело поменять жизнь в старости. Правда? Пожилому человеку очень тяжело изменить все свое мировоззрение, желание. Но есть такие ненормальные, которые идут в 60 лет учиться в институт. Меняют свою профессию. Уходят из дому. Путешествуют. Записывают какие-то книги. Пишут какие-то мемуары непонятные. Они меняют свою жизнь. А христиане говорят, ну, это невозможно. Если бы Бог взял меня, поместил вот так вот. Но Бог говорит, я дал тебе силу. Если они не верят тому, что происходит вот здесь, ничего не происходит. Ничего не может произойти. Если бы кто из мертвых воскрес, не поверил. Знаешь, почему Иисус явился ученикам? Потому что все равно бы не поверили. Он знал это. Чудо не спасает. Послушай внимательно. Твое желание может тебя спасти. Твое желание меняться может тебя изменить. Полностью изменить. Но что тебе нужно сделать? Первое, что нужно сделать, отречься от всего, что было вчера. Как ты жил вчерашней жизнью. Покаяние. Покаяние – это признание, что я жил в свое удовольствие. Вниз. Я стремился к преисподнюю. Хотя было и хорошо. Есть что вспомнить, знаешь? Чтобы было что вспомнить. Если ты вспоминаешь вот это вот, то бедный ты человек. Слушай, ты скоро туда опять возвратишься. Но если ты вспоминаешь и о горнем помышляешь. Что такое о горнем? Ты мечтаешь, чтобы что у тебя было с Богом. О горнем помышляйте, а не о том, что у вас было. Если ты помышляешь о горнем, то Бог благословит тебя. Но как помышлять, если ты не оставил вот этого земного? Как помышлять, если ты не покаялся? Послушай. Если у тебя еще друзья в голове. Твоя вчерашняя жизнь в голове. Знаешь, что я сказал в первую очередь? Все. Вы мои друзья, если пойдете вместе со мной. Мои друзья пришли все в церковь. Послушайте. Кто-то из них остался, служитель. Я с ними вижусь так. Ну, они мои братья уже. Знаете, а своими братьями я вообще редко вижусь. Родными. И двоюродными. Вы мои братья. Почему? Потому что я знаю, что кто идет вместе со мной, двигается вверх. Я не буду двигаться с тем человеком, который идет вниз. Это не мое движение. Правда? И это не твое движение. Ты можешь поддержать, чтобы он не упал, но ты не должен двигаться с ним вниз. Что ты должен? Сказать, Господи, я иду вверх. Я иду вперед. Мне тяжело, мне сложно бывает идти, но я следую этому. Потому что я имею откровение Иисуса Христа. Это откровение, что Иисус Христос умер за меня на крест. И вы знаете, самое интересное, крест находился на лобном месте. Голгофа называется. Для того, чтобы дойти до этой Голгофе, надо было подняться в гору. Во-первых, он избит был, ему было тяжело. Ему даже крест поднесли туда, на гору. Я хочу, чтобы ты услышал меня. Ему настолько было тяжело исполнить эту волю за тебя и за меня, чтобы ты сегодня мог иметь эту свободу. Освобождение от греха раз и навсегда. Но, если ты помнишь и вспоминаешь то вчерашнее, и ты говоришь, как мне хорошо было там, то в твоей жизни еще грех имеет власть над тобой. Тебе надо что-то сделать. Тебе надо расстаться со вчерашней жизнью. Полностью. Если человек приходит на революционный центр, и он еще вспоминает о вчерашней жизни, я вам хочу сказать, он не способен быть сильным христианином. Он не способен быть сильным верующим человеком. Он упадет. Вы знаете это? Кто из вас знает? Любой человек, который вспоминает прошлое, и который в церкви, он не устоит собрать неправедникам. Потому что это нечестивые мысли. Бог, он никогда не говорит и не вспоминает тебе то старое. Почему я должен жить старой жизнью? Скажи мне. Вы знаете, Лазарь, он был готов, не Лазарь, а Богач, он готов был расстаться с этой жизнью, но не мог. Эта жизнь его уже преследовала. Он с этой жизнью пришел в ад. Ты можешь расстаться. Тебе не надо нести эту старую твою жизнь в ад. Что нужно сделать? Покаяться. Сказать, Господи, я стираю из своего прошлого, со своей мысли. И если она на мысль мне приходит, я знаю, от кого приходят мои мысли, которые... Меня тоже посещают мои друзья, подруги, знакомые. У вас есть такие, которые посещают вас в голову? Они даже снятся вам когда-то? Что-то вы делаете? Я знаю, от кого это приходит. Знаете, что я делаю? Я встаю и говорю, дьявол, убирайся прочь от меня. Я знаю, чье я дитя. Я знаю, кого я сын. Я знаю, кто за меня умер. И я расстался с этим давным-давно. Иисус на кресте умер за меня, за этот грех. Ты готова это сделать сегодня? Расстаться со вчерашним. Расстаться, что было у тебя вчера. Кто из вас готов это сделать? Поднимите руку. А кто живет этим вчерашним, и ему нравится вчерашний? Вы не скажете мне, но есть люди тут такие. Знаешь почему? Потому что то, что у тебя было вчера, ты знаешь и ты чувствуешь. И знаешь, что я говорю тем людям, которые приходят к Богу, тебе надо встреча с Богом. Потому что, когда ты встретишься с Богом, тебе просто приоткроется то, что тебе приготовлено. Ты не будешь иметь сразу всего, но тебе приоткроется та благодать, которую Бог сейчас дает тебе. Но это невозможно получить без покаяния. Вы знаете, когда Дух Святой тебя наполняет, ты чувствуешь, что Царство Божие, которое может изменить твою жизнь. Ты чувствуешь благословение. Ты чувствуешь, знаешь, как богач, он просто не видел, что ему готовится. Но когда он попал в ад и увидел, лазарь там кайфует, а я тут мучаюсь. Ему там хорошо, а мне плохо. Он понял ситуацию, и он начал просить, но уже было поздно. Вы знаете, эта ситуация часто мы видим в своей жизни. Посмотри вокруг себя. Есть братья, которые идут до конца. Не смотри на тех, которые попадали. Знаешь, некоторые говорят, я видел того пастыря, который... Пастыря бывают разные, слушай. Служителя бывают разные, которые не пастыря совсем. И служителя, и не служителя. Что тебе нужно увидеть, так это те, которые дошли до конца и получили награду. Я вот на таких смотрю. Я не смотрю на тех, которые упали, и тех, которые были хорошими, а теперь плохие. Знаешь, на кого я смотрю? Я хочу на сыновей Божьих и хочу быть похожими на них. Если в твоей жизни так, то ты будешь успешен. Со временем ты увидишь, как успех будет преобладать в твоей жизни. И во всем, во всяком деле. Потому что Бог дал тебе силу быть успешным. Он благословляет свое семя, а я его семя, ты его семя. В каком бы месте ты ни находился, где бы ты ни был посажен, куда бы тебя ни завела жизнь, ты благословенное семя Божье. Ты новый Израиль. Ты еврей из евреев. Я тоже. Мы имеем эту власть быть сынами Божьими. Но почему-то мы опускаемся на тот уровень. Знаешь почему? Потому что мы вспоминаем свою старую жизнь. Я жил в пиршество, гулял. И вот это хорошо было. Так, забудь. Хорошо? Слышишь меня? Ты ничего не потерял. Ты ничего не потерял. Вспомни только одну такую вещь, что Бог приготовил тебе о горнем помышляйте, о том, что ты через шаг будешь иметь. о горнем помышлянии земном. Тебе надо сделать этот шаг. Первый шаг – это покаяние. Без покаяния не может быть прощения. Без покаяния не может быть прикосновения Духа Святого, силы Божьей. И вы знаете, ты можешь чувствовать, что это к тебе слово. Ты можешь чувствовать, что Бог говорит сегодня через меня к тебе. Через меня. Я просто устал. Я тот иной, как Саша выразился. Но это уста Божьи. Бог говорит к тебе. Тебе нужно забыть старую жизнь. Пока ты живешь старым, ну как? Как я буду? Что мне будет? У тебя будет куча комплексов, куча жизненных падений. И по сути дела, ты вроде проживешь и хорошую жизнь, но очутишься там, где все. Знаешь почему? Потому что я видел, что люди в упрямстве своем оставляют Бога. в упрямстве. Оставляют Его откровение. И не получают по своим заслугам. Нам надо просто понять, что если мы идем вперед, двигаемся вперед, то это всегда в голову должно быть. Это всегда должно быть чуть-чуть тяжело. Правда. У кого жизнь легкая? Всегда в голову, понимаешь? Всегда тяжело. С утра встаешь, и если у тебя ничего не болит, ты умер. Ты в раю. Понял меня? А если ты лентяй по жизни, вот такой вот, то ты боишься малейшей боли. Малейшая проблема, она выбивает тебя из тапочек. Тебе надо возвратиться. Возвратиться в движение вперед. Это будет сложно, тяжело, но надо покаяться. Аминь. Давайте встаем. Если вы желаете покаяться, некоторым тут надо раскаяние. Вот этим людям я говорю, вам надо выйти сегодня к алтарю сюда и сказать, Господь, прости меня. Я осознаю, что я грешник. И мне надо это. А если ты не уверен в этом, что тебе это надо, можешь оставаться на месте. Но тебе нужен Бог. Я жду тебя. Давай. Слава Богу. Давайте что-то сделаем. Я стану вместе с вами на коленях. Хорошо. Вы готовы стать перед Богом на коленях? Хорошо. Кто еще хочет? Аллилуйя. Аллилуйя. Вам нужен Иисус. Аллилуйя. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Прости меня. И очисти меня. Омой меня от всякого греха. А я верю, что ты воскрес из мертвых. И принимаешь меня в свое царство. Помоги мне, Господь, жить новой жизнью. Менять все вокруг. Потому что ты Бог. Ты Бог, который дает эти перемены. Я прошу тебя. Измени меня. Измени мою жизнь. Господь, я прошу тебя. Освободи меня от тех мыслей, которые были. От зла, которая одолевала меня. Во имя Иисуса. Дай мне, Господь, новое. То новое, что ты приготовил. А я благодарю тебя. Великий Бог. Отец, Сын и Дух Садов. Аминь. Вы молились от сердца? Вы молились перед Богом? Теперь что-то нужно сделать. Забудьте то старое, что у вас было. Старая обида. Старое недовольство, которое. Оно будет вас тянуть вниз. Но знаете, что надо сказать? Нет, я не хочу. Я новое творение. Я новый человек. Если что-то у вас старые друзья были, они придут к вам в ближайшее время. Кто-то предложит вам что-то плохое. Сразу же. Я вам честно скажу. Вам надо сказать, нет, я верующий. Я знаю Бога. Вам надо противостать. И с каждой победой ты будешь забывать их больше и больше и больше. Почему? Потому что ты станешь другим человеком. Библия говорит, что мы от вышних. Вы сейчас от вышних. Не уподобляйтесь им. Не становитесь на тот же уровень, который они были. Мы от вышних. Бог привел вас в свое царство. И вы теперь дети Божьи. Мы от вышних. Послушайте. И вот эти вот вокруг вас тоже от вышних. Хоть они выглядят не очень еще. Но они такие же от вышних. И они стараются забыть то прошлое. Так что не напоминайте тоже им. Правда? Не надо напоминать друг другу прошлое. Я помню, какой ты был. А помнишь мы с тобой. Помнишь? Нет, не помню. Я новое творение во Христе Иисусе. Развернитесь и скажите. Я новое творение. Я новое творение. Я новое творение. Я новое творение. Не бойся это исповедовать. Забудь. Забудь то старое, что было. Понял? Забудь то прошлое, что было. Я новое творение. Аминь. Слава Богу. Я поздравляю вас. Что-то произвел Бог сегодня у вас. Да? Я верю, что вам надо будет двигаться вперед. С той верой, которую Бог открыл вам сейчас. Аминь. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...